Здравствуйте! В эфире программа «Город. Действующие лица». Меня зовут Алексей Шлеп. Сегодня мы с вами будем говорить о патриотическом воспитании, сегодня мы будем говорить об увековечивании памяти. Прежде чем я представлю наших сегодняшних гостей, небольшой эпиграф от наших корреспондентов. Прошу. Основная задача поисково-исследовательской экспедиции «Имя Кубани» – возродить интерес к истории и героям региона. Выдающиеся люди Краснодара и всей Кубани, подвиги героев прошлых лет, известные деятели современности, наши земляки. Стартовала акция в октябре этого года. До декабря Муниципальный экспертный совет соберет подробную информацию. Биографические описания деятельности и подвигов героев всего Краснодарского края. В список кандидатов вошли представители духовной и культурной жизни края, депутаты, ветераны и почетные граждане. Проводится акция по инициативе Краевой Народно-патриотической общественной организации «За веру Кубань и Отечество» и посвящена 80-летию Краснодарского края. Экспедиция охватывает исторический период с 1937 года и проводится по нескольким направлениям – боевое, трудовое, духовное, благотворительное и молодое имя Кубани. К 1 декабря будет сформирован список из 25 номинантов, которые и станут претендентами на получение почетного титула. Итак, сегодня мы будем говорить об экспедиции «Имя Кубани». О гости нашей сегодняшней программы – депутат Законодательного собрания Краснодарского края, координатор Краснодарской краевой Народно-патриотической общественной организации «За веру Кубань и Отечество» Николай Денисов и заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Килин. Здравствуйте. Итак, Николай Игоревич, наверное, к вам вопрос, как к одному из инициаторов данной акции. Если я все правильно помню и понимаю, еще летом было подписано положение об этой акции, вот стартовала она в октябре, как долго она будет длиться, когда мы получим вот этот конечный результат, вот это имя Кубани? Стартовала, если точнее, по краю она, 1 сентября, и классные часы при открытии учебного года как раз посвящались имя Кубани. Они прошли по всему краю в школах. Ну и затем уже был дан старт официальный по городам и районам. Конечно, трудно переоценить значимость акции, потому что она имеет многоцелевое значение. Выросло новое поколение. Да, 25 лет прошло с тех пор, как произошли события 91-го года. Да, выросло новое поколение. Перед каждым поколением встает вопрос, брать пример с кого. И вот задача ее всколыхнуть интерес к настоящему и прошлому нашей Кубани, именно к юбилею, к 80-летию, который будет отмечаться 13 сентября 2017 года. Сергей, тогда, если позволите, вопрос к вам. Вот здесь уже прозвучало, что акция стартовала с классных часов. То есть это дети, это молодежь. Я прекрасно понимаю, что вот такую экспедицию провести только депутатами или только сотрудниками администрации невозможно. Здесь должно быть очень четкое взаимодействие разных ведомств. И образование, и молодежные политики, и историки, и так далее. Но вот локомотивом, мне так кажется, должна быть молодежь. Именно поэтому вы, как бы это так правильно сказать, с таким энтузиазмом, я имею в виду, молодежное направление влились в эту экспедицию? Ну, в общем-то, в качестве механизма, возможно, да. А в целом, если мы говорим, вот я дополню слова Николая Григорьевича, вообще вот данный проект, это, наверное, дополнительный, еще один источник живительной силы в нашем современном мире. Современный мир не так благосклонно относится к истории, в большей мере он заинтересован в личном благополучии. Так вот, эта акция, которая бесспорно имеет такое русско-российское начало, она не западного содержания, она подталкивает молодого человека увидеть символизм настоящей духовной русской жизни. В этом символизме как раз-таки и раскрываются основные направления, как поступать в этой жизни, о чем думать и как в качестве кого видеть себя в будущем. И наглядные примеры, в том числе среди молодых имен, конечно, будут являться путеводителем и ясной звездой в этом направлении. Особое значение, конечно же, приобретает акция в развитии ее общественных инициатив среди молодежи, потому что в большей мере бесспорно молодежь информативна, мобильна, и она наиболее быстро передает и более глубоко воспринимает смысл этой акции. Здесь очень важно как раз-таки доброй миссией довести наиболее искусно до сердец эту акцию. И тогда произойдет такой мультипликативный эффект, который будет, ну, наверное, являться в том числе образным, ярким примером в целом в патриотическом воспитании нашего региона. — Николай Григорьевич, я вернусь к этой цитате, которая у нас была в самом начале. Там было сказано, что до 1 февраля на уровне муниципалитетов, то есть акция состоит из двух частей, или, может быть, даже из трех частей, и как эти части делятся? — Два уровня проведения акции. Первый уровень — поисково-исследовательский. Прежде всего, надо выявить. — Вот эти ориентиры, да, вот этих людей. — К этому подключены архивы, библиотеки, музеи, различные социальные учреждения, конечно же, школы, колледжи, высшие учебные заведения и их филиалы по краю. И эта системная работа, она идет снизу доверху. Я хотел бы вот что подчеркнуть. Наверное, многие помнят о том, что «Имя России» был проект телевизионный. — Да, 4 года назад, кажется, «Имя России» по Первому каналу. Но там были 12 человек назначены сверху, а затем еще обязали голосовать, да, кто занял первое, второе и третье место. То есть Александр Невский или Ленин там, Суворовка или Сталин, Жуков, Александр Второй, Николай Второй и так далее. Они все внесли большой вклад в историю России. И, конечно, вот методологически, мы считаем, это было неверно построено. У нас это народное имя, оно идет снизу, с поселений. И вот первый этап — это «Имя города и района». Он, в принципе, осуществляется в этом году. Это поисково-исследовательский период. Затем наступает второй период. Это уже популяризаторский и по увековечению памяти ушедших из жизни и ныне действующих. И делятся представители, герои, скажем так, последних 80 лет. Это охватывает периоды 80 лет. Делятся на ушедших из жизни, чтобы отдать дань памяти и определиться по увековечению. И, конечно, чествование ныне действующих. Вот это охватывает этот период. И он завершается в этом году. Но для больших городов Краснодар, Сочи, Новороссийск, Армавир продлили сроки именно поисково-исследовательского периода до 1 февраля. И увеличено количество представлений, персоналей, достойных таких вот имен. По поводу увековечивания. Для меня понятно, что если мы говорим о тех людях, которые ныне живущие, то наверняка после того, как они попадут в эти списки, у них начнется достаточно серьезная работа. Им придется встречаться с людьми, те же самые школы, вузы и так далее. Здесь с этим для меня более или менее понятно, как будет увековечена память тех людей, которые попадут в эти списки, но их, к сожалению, уже сейчас нет в живых. Это что? Это мемориальные доски, это памятники, это название улиц. Как это будет выглядеть? Совершенно верно. И представление, конечно же, ну прежде всего надо начинать с памятников, с мемориальных досок, с изданий, книг, брошюр. Потому что у нас, мы же говорим, новое поколение выросло, для того, чтобы вбросить в образовательную, воспитательную систему нашего края, в информационные самые различные каналы, для того, чтобы оно работало в социальной жизни и воспитывало это новое поколение. Вот в этом самый главный смысл, ради чего это затевалось. И, конечно же, увековечение, оно имеет, ну такое, если ушедшие из жизни иметь в виду, есть еще и неоткрытые имена. Я хотел бы подчеркнуть два направления. Это духовное имя, потому что мы знаем, что в советский период отношение к церкви мы известно, и очень много священно-мучеников было расстреляно. И документы все, они исчезли из архивов. И вот по воспоминаниям современников, по самым различным возможным источникам, надо поднять имена и периода гражданской войны. И мы знаем, что в период Великой Отечественной был возврат к этим именам, возврат был к Богу, и священники возобновили свою деятельность во время войны. И еще один момент благотворительный. И, кстати, во временном пространстве, мы не говорим о 80-х годах, это охватывает вне времени, что касается духовного имени. И благотворительное имя. Советский период, как известно, была Уравниловка, да? И, конечно, Шереметьев и Морозовых у нас не могло быть советский период. Ну, вот взять музей Коваленко, да, в городе Краснодаре. Это же достойное имя. Достойное имя. И это пример, это как своеобразное духовное послание тех времен, 19 века, начала 20 века, новым представителям нашего крупного, скажем так, бизнеса. И стимул для развития благотворительности в настоящее время. — Филий Владимирович, если касаться молодого имени Кубани, вот здесь по каким критериям будет отбираться это имя? Это будут молодые люди, которые совершили некие поступки, или это наши современники, здесь история все-таки или современность, и по какому принципу будет выбираться молодое имя Кубани? — Здесь, наверное, в большей мере присутствует свобода выбора, и как раз-таки мы доверяем эту свободу тем людям, которые будут производить этот выбор. Но если мы говорим о заслугах, совершенно верно, вы заметили, о действиях этих людей, прежде всего, подвигах. Но подвиги могут быть не только военного характера, но и подвиги трудовые. Это вовлеченность в молодежное движение, это участие в развитии различного рода молодежных инициатив, социокультурное, политическое развитие, которое происходит в молодежной жизни. То есть здесь очень большое поле для развития. Приведу пример, совершенно недавно состоялся форум «Гражданская консолидация» в Анапе, это уже второй форум для ребят, мы называем, с неограниченными возможностями здоровья. Так вот, один из претендентов, Никита Ванков, он представляет Анапу, он является президентом фонда по доступной среде и помогает реализовать этот проект уже который год на территории Анапы. И помимо этого у него много еще проектов, и вот несмотря на то, что в нашем мире где-то он ограничен в свободе передвижения, в мире духовном, в мире вот такого социального развития, он является очень ярким источником. И, конечно, он будет предлагаться, я уже знаю, что он Анапе будет предлагаться в качестве молодого имени, это в качестве для примера. Но я хотел бы еще коснуться механизма, каким же образом это все будет происходить. По поводу механизма мы поговорим чуточку позже, потому что у нас есть еще рекламные обязательства перед нашими зрителями. Посмотрим рекламу, потом продолжим наш разговор. Реклама на нашем канале. Мы продолжаем нашу программу, еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорим об экспедиции имя Кубани, но вот здесь я не знаю, кому в большей степени вопрос. Мы закончили первую часть программы на механизме. Сергей Владимирович, вы хотели сказать... По старшинству. По старшинству, да. Кто будет выбирать это имя? Это экспертный совет, это народное голосование. Если это экспертный совет, то кто в него войдет, уже известны ли имена? Разработано нами положение. В положении обозначено как раз муниципальный этап данной экспедиции. Создан краевой экспертный совет. У нас же два уровня. В этом году муниципальный, в следующем году это уже имя Кубани будет. По представлению городов и район, согласно персонали, который они представят, в следующем году краевой экспертный совет будет определять имя Кубани. Кто туда входит? Сопредседателем экспертного совета является Менькова Анна Алексеевна, замглавы администрации Краснодарского края. Сопредседатель краевого движения за веру Кубани Отечества Захарченко Виктор Гавилович и ваш покорный слуга, координатор движения за веру Кубани Отечества. У нас есть еще координаторы, экспертные группы, которые возглавляют координаторы по направлению. По его имя возглавляет Шедрик Евгений Демьянович, он руководитель краевой главной ветеранской организации. Трудовое имя Бессараб Светлана Викторовна, депутат ЗСК, и она же руководитель профобъединения Кубани. С благословения Владыки Исидора Сергия Овчинникова ему поручено координировать все пять епархий, которые есть на территории Краснодарского края. Благотворительное имя исполняющего обязанности руководителя министра труда и социального развития Белопольский Сергей Викторович. И молодое имя Кубани, министр образования, науки и молодежной политики Синюгина Тайзиньковна, вместе с коллегой Килиным Сергеем Владимировичем, заместителем министра. Вот на следующем этапе, в следующем году, по представлению таких же экспертных советов, которые аналогично созданы в городах и районах, а представляют в городах и районах, есть коллегиальные органы, есть общественные организации, ветеранские организации, благотворительные, самого различного профиля. Они коллегиально решают и делают свои представления в городской районный совет. Кроме того, имякубани.рф, там у нас сделана визит-страничка. Туда можно зайти в любой город нашего края, с России и за рубежа, с общей планеты. И можно внести предложение в конкретный город и район. Почему очень важен этот этап? Потому что великие наши земляки, славные люди, здесь или где-то они, они все рождались в каком-то городе и районе. И это остается титул города и района, за ними закреплен. Что касается вот на краевом уровне в следующем году, вот краевой экспертный совет, вместе с экспертными группами, которые я обозначил, и руководителями этих координаторов, мы будем определять уже на финише имякубани. И будет пять акций краевых, предполагается в следующем году, проведение по каждому направлению. То есть в преддверии дня Краснодарского края. Да, 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 в преддверии это уже ближе. Ну и, конечно, вершинное мероприятие будет, это сам юбилей. И, несомненно, уже собокупное имякубани по этим направлениям, оно предполагается достойно будет представлено во время юбилейных торжеств. Сергей Владимирович, ну, раз уж вы здесь, да, один из координаторов направления, мы сейчас говорим о молодом именикубани, вот здесь насколько вы рассчитываете на широкую поддержку общественности? Тем более, что молодежь, а, очень активно в тех же самых социальных сетях, да, мобильные средства связи и так далее, вот здесь вы готовы, как бы это правильно сказать, опираться, что ли, в принятии того или иного решения, да, при голосовании за ту или иную кандидатуру, опираться все-таки на широкие массы общественности? Вы знаете, общественный запрос по этой теме уже существует, и в качестве даже не поручений, а рекомендаций, которые мы направили руководителям органов по делам молодежи, актуализировать и транслировать всех тех кандидатов, которые выявляются в ходе экспедиции именно по молодому именикубани. Каким образом это происходит? Это публикация на сайтах молодежных, это публикация в социальных сетях, у нас каждый отдел по делам молодежи имеет социальную сеть, группу в социальной сети, которая наиболее популярна в районе. Консолидируем данную информацию мы на своей основной группе, у нас там порядка 20-30 тысяч подписчиков, и вот ежедневно появляются те имена, которые уже обнародуются и которые в будущем будут участвовать в конкурсе муниципального этапа и потом краевого. Поэтому нам в этом плане несколько полегче, потому что мы более гибко владеем современными средствами информации. И каждый желающий может написать администратору данной группы и предложить человека, который он знает, может проживающего через улицу, либо знающего этого человека в профессиональной деятельности, предложить, рассказать, указать его биографию, и возможно этот человек станет претендентом и потом победителем на краевом уровне. И еще я дополню то, что сама акция, несмотря на то, что где-то можно сопоставлять ее с акциями, которые возникали раньше, она имеет очень серьезную новизну. Новизна, которая опирается на исторический этап, она всегда наиболее глубоко откладывается в сознании молодого человека, и он уже потом будет с большим интересом включаться в этот процесс. Николай Игоревич, к вам вопрос. Ну вот да, мы говорим, сентябрь следующего года, день Краснодарского края, годовщина большая. К этому сейчас, я прошу прощения за слово, заточена вся эта экспедиция, и там будет вынесен вот тот самый человек или там то самое имя, которое станет именем Кубани. Все? На этом экспедиция закончится? Или будет что-то дальше? И как дальше вот этот проект, в который вложено столько сил, души, денег, уже сейчас вложено, и дальше будет вкладываться? Как он дальше будет существовать? Спасибо за вопрос. Действительно, вот та главная идея, которую мы преследовали, это как раз то сейчас, о чем вы говорите. Конечно, вот сейчас этап выявления, поиска, это же огромное дело, особенно для подрастающего поколения, для обучающихся, и не только, конечно. Это их возврат в архивы, в библиотеки, в музеи. Это рассказы старших участников, в том числе боевых действий, самых различных, от Великой Отечественной войны, ныне живущих, и участников чеченских событий, да, афганских событий, да, уже и сирийских событий. Вот, это вот всколыхнуть интерес, да. Затем будут они определены, эти имена, и вот потом будут акции. Мы вот в декабре составили график приема этих документов, ну, Краевым экспертным советом, да, и предложили график проведения презентации этих имен в каждом городе и районе в течение января, февраля, марта. Это вот этап муниципальный для презентации, это широкое освещение, информационное, да, это кубановедение мы включаем, это раздел, это учебно-методические материалы, это будут сняты видеосюжеты, это будут фильмы сняты, это вот весь спектр популяризации, он должен быть представлен. И, конечно же, издания, они занимают какое-то определенное время, они лягут на полку подрастающему поколению в школах, в вузах, в колледжах, для того, чтобы это работало. И мы предполагаем так, что для каждого поколения этот этап вот так же снизу, чтобы это было народное имя, раз в 15 лет повторялся, потому что вырастет новое поколение, и снова встанет вопрос, брать пример с кого, особенно для молодежи. И коллега, вот правильно Сергей Владимирович отмечал, что самая такая тонкая материя, щепетильный момент, это определение молодого современника, современника. Вот сейчас была конференция, проводили Сергей Владимирович по линии молодежной политики, вот нас привлекал к участию, и рефераты были представлены, доклады были представлены. Вы знаете, было очень интересно, и я вот вузы с теми работы тоже давал, вы знаете, темы очень интересные. И знаете, самая была модная тема, новое поколение лабутенов и покемонов, вымысел или реальность. Казалось бы, на первый взгляд, вроде бы, да, не очень так, но вы знаете, то, что интерес вызвала эта тема, и уже молодежь дискутирует между собой, пишет и обменивается в сетях, это уже говорит, что она думает, размышляет, а кому себя отнести, и кого среди своих сверстников все-таки определить, это достойное имя. И кто может быть ориентирован. Даже ради этого уже стоит этим заниматься. Да, у нас не очень много времени, но да, дополнение. Алексей, вопрос широкий был, в том числе от вас звучало возможности финансирования и вкладывания определенных средств в этот проект. Я скажу, что акция носит полностью общественный характер, она грантовая, она не включает государственных затрат и никаких бюджетов на нее не предусмотрено. Это как бы в качестве замечания тем заблуждающимся людям, которые могут найти или поискать повод в каких-нибудь информационных, провокационных действиях, ну, заблуждающихся людей. И второй момент, который хотелось бы сказать о будущем, Макс, ну, я предполагаю, что этот опыт может быть интересен и другим регионам, и возможно на уровне федерации. Потому что само проведение конкурса есть воспитательный процесс, есть патриотический процесс, и он несет в себе, ну, такое очень серьезное включение в познание связи между собой, историей и отечеством, которым ты живешь. Поэтому я представляю в будущем, что эта акция, проект приобретет федеральный уровень. Она выполняет самую главную задачу, связь поколений. Это живой проект, который отражает как раз эту связь поколений. И она будет представлена во всех видах системы информации, образования, просвещения и так далее. Я больше чем уверен, что мы еще не раз вернемся к этой акции в рамках нашей программы. Но сегодня, к сожалению, время уже подошло к концу. Спасибо большое, что пришли и ответили на наши вопросы. Уважаемые телезрители, я еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорили о поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани». Она уже стартовала, сейчас идет муниципальный этап, дальше будет «Краевой». Я думаю, о нем мы еще отдельно будем рассказывать. А гостями нашей сегодняшней программы были депутат законодательного собрания Краснодарского края, координатор Краснодарской краевой народно-патриотической и общественной организации «За веру Кубани» и «Отечество» Николай Денисов и заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Килин. Еще раз большое спасибо. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания.